В Хасавюрт с рабочим визитом прибыли представители Общественного совета при Министерстве культуры Республики Дагестан для проведения независимой оценки качества работы организации, оказывающих услуги в сфере культуры. Рабочая группа в сопровождении начальника управления культуры Рамазана Чарихова первым делом посетила досуговый центр, где муниципальный ансамбль «Эхо гор» продемонстрировал показательный танец. Что мне хочется сказать? Я думаю, что все присутствующие со мной, наша такая делегация очень компетентных, очень известных в республике людей, каждый в своей профессии. Мы все с удовольствием сегодня попали на ваше представление и начали, вернее, наше посещение консольюрта нашего заседания Общественного совета при Министерстве культуры вот с такого приятного очень посещения. Ваш ансамбль известный, в республике его знают и знают за пределами республики. Я хочу сказать, что у вас замечательный руководитель, очень талантливый, очень целеустремленный. И так здорово, что он собрал такой молодой коллектив, который по-настоящему может сказать, что вы по своему уровню профессиональные танцовщики все. Я еще тогда отметил высокий класс вашего мастерства и радуюсь за ваш успех. Вот меняется поколение. Ведь танцевальная жизнь человека недолгая. Но я смотрю, вот совершенно молодое поколение, тому, что я видел, и радует глаз, как вы держитесь на сцене, как вы чувствуете. Самое молодое культурное учреждение города – Центр традиционной культуры – стал вторым объектом, который посетили гости. Руководством центра для делегации была подготовлена развлекательная программа, в рамках которого предусматривалась экскурсия по зданию и музею учреждения. Очень большая ценность. Есть старинные вещи, есть более современные. Балхар, кубачи, унсу, это, конечно, современные. Но детям, детям это безумно интересно, они не знают. Сделали недавно, нам подарили, да. Музыкант подарил нам, сам сделал ее. Старинных нет великов? Нет у нас. Не менее интересным и запоминающимся стало знакомство представителей Общественного совета с деятельностью библиотечной системы города. Развернутая в фойе книжная выставка литературного наследия Мария Ад Ибрагимовой приятно удивила членов Общественного совета. Отрадно, что в городе придают большое значение чтению книг. Это говорит наличие огромного количества произведений дагестанских, отечественных и зарубежных авторов, отмечали гости. Это не только замечательная библиотека и богатая, но она еще испытала на себе очень много. Вот мы сегодня рассматривали, вот как-то с терроризмом там вот эти вопросы поднимались, а это библиотека, которая как раз пострадала от террористов. Тут был взрыв, тут были обрушения и так далее. И тем не менее они восстановили эту библиотеку, коллектив так мужественно одержался, помогал. Они такие преданные люди своему творчеству, своему делу, за что им большое спасибо. И это еще библиотека известна тем, что она была названа именем Расула Гамзатова еще при жизни самого Расула Гамзатова. Это событие такое тоже довольно необычное. И они не только называются именем Расула Гамзатова, они еще проводят огромную работу по поляризации творчества Расула Гамзатова. И в интернете, если вы заглянете, просто очень масштабная, широкая работа по всему миру, за что им огромное спасибо. Я им хочу с удовольствием подарить свою книгу Расуле Гамзатове, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», только-только недавно вышла, была презентация в Москве, Питере, Махачкале. Многообразие культурных и исторических событий на пути становления и развития Хасавюрта как города гости смогли увидеть. Посетив историко-краеведческий музей, в котором отражается культура и быт разных народностей, представлен фотоархив, а также имеется макет города, когда он еще находился в статусе «Слободы». Далее рабочая группа направилась в школу искусств, где директор Саидбек Расулов показал классы, где проводятся занятия по вокалу и обучению на музыкальных инструментах. Последним объектом стал дворец культуры «Спартак». В ходе встречи с работниками и воспитанниками центра представитель Министерства культуры провела мастер-класс. Стойку остановил, когда лезвинку танцуют, как стоит. Так, ножки вместе собери. А вот почему рука забирает лицо? Она должна на уровне груди, вот здесь. И параллельно локоть должен параллельно кулачку. Вот стойка должна быть. Теперь в профиль повернись. Видите, как повезло вам, надо то в мастер-классу попали. Просто нам приятно. Посмотрите, что должно быть. Живот должен быть втянут пупок, должен к лазоносчику приклеиться. Подбородок на подставочке. Молодец. Ножку еще забери. В шестой позиции. Умница. Молодец. Так, девушке, пожалуйста, покажите нам позицию первую основную. Так, лицо чуть-чуть. Чуть-чуть кисть. Видите, вот напротив должно быть. Вот так. Так, хорошо. Молодец. Умничка. Опустелся. Так, и не зажимай подбородок. Шея должна быть свободная. Абсолютно свободная. Вот. Вот так. Местами. Всего представителями общественного совета при Министерстве культуры Республики Дагестан было проверено и обследовано шесть досуговых учреждений и дана положительная оценка практически всем центрам. Были также обозначены небольшие проблемы, требующие поддержки как со стороны муниципалитета, так и республики. Гости также отметили, что в свое время фундамент культуры был заложен талантливыми и творческими людьми. Все достижения, которые имеются на сегодняшний день, это долгий и кропотливый труд работников сферы культуры и руководства города. Зарема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».